С очень большим нетерпением и с большой радостью мы ожидаем выхода книги Петра Ханки «Уроки горы Сент-Виктор» в блистательном переводе Марины Юрьевны Кореневой. И это тот случай, когда переводе надо сказать отдельно, потому что ведь даже Нобелевскую премию Ханки получил за лингвистическую гениальность. То есть в формировке Нобелевского комитета именно эти слова прозвучали. Таким образом, совершенно очевидно, что для переводчика это была огромная задача, огромный даже, я бы сказала, вызов, с которым Марина Юрьевна Коренева справилась блестяще, переведя Ханки так, что он звучит на русском языке столь же гениально, как он звучит на немецком. «Уроки горы Сент-Виктор» — это тетралоги, это четыре повести, объединенные одной темой, темой искусства. Это, по сути, такое размышление одного творца о творениях другого. Ханки размышляет о живописи Сезана. Как известно, Сезан очень много писал именно гору Сент-Виктор на юге Франции, и некоторые из этих работ хранятся в России, в частности, в Эрминадже. И у Ханки магистральная, не то чтобы самая важная, но очень важная мотив его книги — это то, как творец воспринимает окружающий мир. Вот есть гора Сент-Виктор, такая, какая она есть, и Ханки разглядывает её, рассматривает её. Есть гора Сент-Виктор в изображении Сезана, и это немного другая гора Сент-Виктор, потому что она пропущена через сознание творца, через сознание живописца. И Ханки, будучи творцом, будучи художником слова, вербально описывает эту гору столь же гениально, столь же художественно, сколь Сезан описал её с помощью кисти и красок. Уроки горы Сент-Виктор — это нелёгкое чтение, это чтение, которое заставляет очень много думать, это чтение, которое заставляет проделать достаточно большую и достаточно напряжённую ментальную работу, но это чтение, это работа, точнее, которая вознаграждается невероятным читательским удовольствием, невероятной читательской радостью от того, что вы соприкоснулись с теми размышлениями автора, который адресует своему читателю, и с его мыслями о том, как устроено искусство, как устроена жизнь и как жизнь отображается в искусстве. Ведь это один из главных вопросов искусства вообще и, скажем, философии в частности. Поэтому мне кажется, что «Уроки горы Сент-Виктор» — это книга, которую ждут очень многие, которую мы счастливы представить. Я очень рада тому, что в грядущем году нас ожидают ещё две книги Петра Ханки, абсолютные новинки. Одна из них в блистательном переводе Анны Кукиц, а другая в блистательном же переводе Марины Юрьевны Кореневой. Так что читайте Ханки, размышляйте над его текстами и получайте удовольствие от этого нелёгкого, но невероятно интересного чтения. Прежде всего, хотелось бы сказать, что мы невероятно рады иметь в нашем портфеле произведение такого поистине гениального писателя, как Петра Ханки. В 2019 году Петра Ханки получил Нобелевскую премию по литературе. И действительно, хотелось бы сказать, что его произведения, они уникальны, они невероятно очень богаты и наполнены тем духом настоящей литературы, которую, в принципе, не так часто можно встретить. Каждый его текст наполнен невероятной образностью, наполнен созерцанием. И в данном сборнике, который мы представляем сейчас, собраны совершенно разные по форме и по стилю произведения, это и новеллы, и рассказ, и даже пьеса. Каждый сможет найти для себя что-то очень нужное и очень важное.